Давайте начнем запись. Поговорим с пастой Нюком по поводу того, что он дивнул с геношином пакта. Говорили, что какая-то 20-минутная есть паста про то, как он не прав, да? Но ситуация несколько глубже и сложнее. Здесь у нас Нюк рассказывает о том, что гнусная, токсичная, отвратительная комьюнити Нишанят. Гнусная, отвратительная и токсичная по своей сути. Типа игра заебись, игра ему нравится, но вот это вот блядская комьюнити, боже, как же он ненавидит геношинят. И как бы можно понять, почему геношинята могут не нравиться, да? Ну то есть начни с 20-минутной пасты, а 20-минутной пасты, вот эта паста это не 20 минут, это 50 минут. Вот, 52, если быть точнее. Мы ее уже смотрели, и она очень душная, на самом деле очень душная. Вот, короче, да, Нюк проклял геношинят, проклял всех фанатов этой игры, все коммунити в целом, но в свойственной ему манере. То есть, что такое Нюк? Это челек с биполярочкой, который одной рукой игру хвалит, другой рукой эту игру хуярит. Хуярит все части коммунити по очереди. Сначала хуярит минмаксеров, потому что они какие-то цифры, что-то непонятно, оно не нужно. Потом хуярит казуалов, потому что из-за них там игре хуевое, типа она не развивается. Потом хуярит разработчиков, потом хуярит фемок, потом хуярит еще кого-нибудь, и еще кого-нибудь, и еще кого-нибудь. Постоянно со всеми расхуярился. Почему он это делает, я не знаю. Он говорит, что это, типа его стезя, профессиональное набрасывание говна на вентилятор. Он специально собирает вокруг себя хейт, чтобы челы максимально на него обращали внимание, максимально хейтили. И типа создает таким образом контент и обсуждение, может быть. Может тоже ливну, как контент критер, не знаю. И опять убрали с геншин крейтеров, я не знаю. Может у него где-то там в тележке был слив, он на это отреагировал, и с него сняли партнерку геншиновскую. Он перестал лутать примагемы, закибербуллился и перестал делать контент по геншину. Это, кстати, может быть, очень может быть. Но, да, привет, Гор. Но, мне кажется, ситуация попроще немножечко. Мне кажется, он понял, что он мудак и скип геншина. То, что он мудак, это всем очевидно, кроме него. Значит, выходит вот такая вот паста 9 дней назад. Где рассказывают про то, что Нюк, бывший Нинтендо бой, и вообще как бы в коммунити Нинтендо челов очень популярен, знаменит. У кого-то там с детства ассоциируется вот это вот все. Но вот он коснулся игры, а у него случился геншин импакт головного мозга. Все реплики у него только про геншин. Все, что он делает, это шутит про геншин. И все. Игру совершенно не в состоянии освоить. То есть вот здесь вот, в общем-то, 52 минуты 44 секунды пасты. Такой вот прям отборный, сочный. Очень скучный, но все-таки отборный, сочный. Насчет того, что делать с головным мозгом человека геншин импакт. Был нормальным геймером, играл там в Нинтендо, для коммунити что-то значил. Здорово, заебись. Случился геншин импакт, все. Хуй упал, руки искривились, ничего больше не получается. Отвратительно, абсолютно все. Зельда продвинулась дальше, развила геймплей на свой продукт. А Нюка это не устраивает, он говорит, что это DLC. К этой самой, к оригинальной Зельде. Полная хуйня. Мне уже сам этот ролик на пост ОГЭ раскритиковал, просто навалил говна, а потом смыл это. Удаленные посты в телеге, в принципе, есть способ достать и разобраться с этим. Но мне впадло. Если кто-то следит за этим, можете сделать по этому поводу отдельную пасту, где Нюк, оказывается, отреагировал на критику, критическую монографию насчет Нюка 73-го в виде сообщения в телеге, а потом удалил это. У меня, в принципе, такое бывает, это биполярочка называется, когда ты сначала выпускаешь сообщение, а потом тебя выебали в жопу. Всё через полгодика. Год выйдет, книга про агеншиня Татнюка. Называть всё будет «Моя борьба». Блядь. Кошмар. Ладно. Даже не в этом дело. Детп 47 смотрит. Казалось бы, вот эта вот паста на две с лишним тысячи просмотров, но это не то, что должен смотреть Детп 47. Это очень такая месечковая микро-штука, которая абсолютно никого не ебёт, кроме нашего... нас с вами, да, скромные 250 человек и там ещё кого-нибудь из коммунитинюка, для кого эта паста имеет значение. Но нет. Он посмотрел. Паста 47 посмотрела это дело, потому что, как мне кажется, он таким образом аккуратно вымещает свой ресентимент насчёт того, что он зашёл как-то к Нюку на стрим и получил бан по какой-то абсолютно ебанной причине. Тут мне не выписывал тайм-код, мне впадло. Но он вот прямо проговорил, что типа его Нюк захуярил. Но он как бы не очень это понял. Вот. Поэтому, ну, как бы Нюк у него... Это немножечко личная история, поэтому он это посмотрел, отреактивал. Ну, типа на полчаса его хватило, потому что паста нереально отвратительно унывая. Он банит всех, кто с ним не согласен. Ну да, это стандартный Нюк 73 Experience. До этого тут была ещё одна история. Где у нас Нюк? Самый худший обзор. Вот. Балдурзгейт. У нас паста 73 высралась про Балдурзгейт и паста 47 посмотрела пасту 73. Нашёл пост у тебя в ТГ 21 августа. Это он насрал и смыл. Ладно. Я же преследовал два месяца его. Ничего себе. Сделал своего Нюка. Это правда, есть такая маза. Тут пограничная достаточно история, потому что сделать своего кибернетического Нюка и срать от его имени пастами каждый день, это, с одной стороны, очень смешной концепт, с другой стороны, это не очень хорошо, но так чисто по-человечески. Но каждый по-своему может оценить, насколько Нюк заслуживает подобного отношения. Уже челла задачился, ну вот там пишут, уже челла задачился. То есть скоро будут пасты про древних русов голосом Нюка, а потом что-нибудь и повеселее. Потому что там же была ещё мысль его шортики скормить дипфейку, чтобы у нас было ебало Нюка, которая с нами разговаривает. И это вообще забавно. Назовём Нюк 74. Ну, типа. Ютубер с голосом Нюка имба. XD. Так. Видел, хасари, вышел Данхен, который с ВДП оружием каждый цикл наносит 100-200к урода. Здорово. Вот. Пасту Нюка про Baldur's Gate мы тоже помним. Это абсолютно чудовищный высер, который выглядит как то, что, у, блядь, мне тут не нравится, здесь сексуализация, тут плохо, тут можно ебать медведя. И вообще это всё страшно, отвратительно. Бу-бу-бу, уберите от меня это, пожалуйста. Сказал геймер в Genshin Impact, который по сути является визуальной новелкой, по которой нарисовано столько порнухи, что, ну, наверное, процентов 50 выходящего контента во всяких R34 Данбору это гашня ёбаная рисованная. Ну, может, я, конечно, преувеличиваю, но порнухи по ней рисуют реально пиздецово много. Еленский хочет ревнуть с поста, вот и Нюк пошёл занимать очередь на место президента. Где? Пожорство человека достигло такого уровня, что все хотят его стебать, издеваться над ним и ждать его очередного падения. Нюк очень болезненно воспринимает то, что его все трогают вообще, вот, ну, то есть, что такое Нюк? Это вот такой, типа, толстенький человечек, да? У него очень много мест, за которые его можно так тяпнуть и потрясти, типа, ожирочек, блядь. И, как бы, его это жутко ущемляет и смущает. Модель киперсов на девочек на C14. Ну, по сути, Genshin Impact это симулятор детского порно. XD. Ну, и я подозреваю, что ключевой момент поворотный, почему Нюк выстрелся про то, что комьюнити Genshin очень токсично и его кибербуллет, потому что это не комьюнити Genshin токсичный его кибербуллет, а комьюнити деда вспомнила про то, что Нюк есть, поймала его за пару хороших таких сочных паст и такие, ооо, это что, фрик? Это что, смешно? Будем показывать пальцем и смеяться. ХХ XD. И ему, скорее всего, товарищи от деда пришли, посмеялись, сделали ХХ XD и Нюк не выдержал этого и бросил Genshin. Хотя, на самом деле, Нюк же действительно делает такую хуйню, что вот был Нюк 72, это Nintendo Boy. Но поскольку Нюк 72 со счетами, с математикой не очень дружит, он назывался уже тогда Нюк 73. Потом он стал Нюком 73 Геншином. То есть, вот была 72 версия Нюка, потом появилась версия Нюка 73. Примерно на годовщину Геншина она съела Нюка 72 все-таки, нашла его, да? И с тех пор Нюк, ну, стал сильно больше, чем он был обычно. Ну, то есть, мы помним Нюк старый на релизе Геншина. Это, ну, фитоняшка. Абсолютно обаятельнейший, милейший человек. Сейчас это огромный такой, ну, типа, гига-Нюк. Большой. Почему он большой? Потому что он съел свою предыдущую версию. Где версии с прототипа до 71? Я не знаю. Скорее всего, это традиция такая. Кто круче, Нюк или Ротеру? У каждого своя перчинка. Они ни один, ни лучше, ни хуже другого. Мне кажется, он кушает очень много из-за стресса. Скорее всего, он заедает стресс, если говорить по-человечески. Но если мы говорим про теорию и лор Нюка, то в своей предыдущей версии Нюк съедает и в этот момент он становится большим Нюком. Ну, соответственно, нейросеточный Нюк должен быть фитоняшкой, а потом, когда он найдет Нюка 73-го и съест его, ладно. Ну, в целом, это все, что можно сказать по поводу Нюка. Жалко, конечно, что бесконечный контент с шизофренией и прочие радости жизни нас покидают и больше нам не на чем смеяться. Хотя мы будем его преследовать, показывать на него пальцем и все равно смеяться, потому что это смешно. Лор Нюка это штука, которая должна жить вечно. И я думаю, горячие фанаты Нюка 73-го после всего, что он наговорил и сделал, с огромной радостью продолжит его дело коллекционирование немытых трусов и шортов и выпуска этого в массовых тиражах в интернет. Ну, то есть, если появится действительно канал Ядерная Байголовка 74, которая будет срать шортами на базе нейросеточных версий Нюка и там будет вот прям пиздец уже, то я этому абсолютно не удивлюсь. Это очень смешно. Ладно. В общем, ждем, ждем. Нюку желаем успехов. Надеемся, что он поймет, что новостной формат это не его и нужно возвращаться обратно в Геншин. Нужно снова, как старые добрые, делать шортики по Геншину. Нужно снова, как старые добрые, делать стримы по Геншину, потому что иначе ты зарабатывать перестанешь совсем. А учитывая специфику монетизации в РФ, как бы должен понимать, что долго ты без Геншина не протянешь. Ну, то есть, там либо Мадам Пинг зарабатывает какие-то неебовые абсолютно суммы, либо Яхуй знает, на что он живет, но как бы если он на что-то живет, то это здорово, но это может быстро закончиться. Да, я шарю, я пытался уйти от Геншина, мне не получилось. В общем-то, Нюку желаем удачи, успехов и, так сказать, вернуться на путь самурая, на путь Геншин-фаната. На БМФХСР перейдет, ну, может быть.